Во все многоквартирные дома и социальные учреждения подано отопление. Последними, кто испытывал неудобства, были жители Загорянского, чьи квартиры отапливаются от котельной Министерства обороны. Вопросы запуска тепла обсудили на еженедельном оперативном совещании. После многократных требований со стороны администрации ведомственная котельная вошла в зимний режим. Алексей Валов поручил блоку ЖКХ начать подготовку к строительству котельной в Загорянском. Вторую построят в Бахчеванжи, чтобы уйти от ведомственной котельной РЭО «Северный». План выполнения ремонта в подъездах многоквартирных домов в целом по району приблизился к 70%. Более 500 входных групп и лестничных клеток отремонтированы. Отделочные бригады работают в 38 подъездах. На финансирование ремонта управляющим компаниями из бюджета Московской области выделены субсидии на компенсацию затрат в сумме 22 миллиона рублей. В 2018 году из бюджета городского поселения Щелково выплачено субсидии после 28 подъезда в сумме 4 миллиона 132 тысячи рублей. Из бюджета Московской области выплачено по 86 подъездам в сумме 5 миллионов 535 тысяч рублей. Администрация района неустанно требует от управляющей компании содержать в чистоте контейнерные площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов в многоквартирном фонде. Из 166 площадок переоборудованы для раздельного сбора мусора 108, в том числе 65 контейнерами синего цвета и баками-сетками для сухих отходов. Остальные площадки будут переоборудованы в 2019 году. Административный контроль за вывозом мусора ведётся и на территории гаражно-строительных кооперативов. Я представляю, сколько у нас появится проблем из-за того, что крупногабаритный мусор, который выбрасывают жители на контейнерной площадке, они не входят в норму накопления и уборки с этой стороны. Это, конечно, большая титаническая работа будет, и нам необходимо выстроить управляющие компании на эту работу, потому что они будут вести полную ответственность за очистку той территории и тех контейнерных площадок от КГМ, которые будут примыкать к обслуживанию тех или иных многоквартирных домов. С 1 января 2019 года в Подмосковье начнёт работу единый региональный оператор по сбору и вывозу твёрдых коммунальных отходов. К этому времени в регионе должна окончательно сформироваться технология раздельного сбора мусора. СНТ, ДНТ и БСК есть над чем поработать совместно с председателем и полностью реализовать на 100% договора по мусору. Евгений Петеримов также отметил, что частный сектор на 90% заключил договора с мусоровывозящими компаниями. Этот процент необходимо повышать. Также работает в Щёлковском районе мобильная группа, которая выявляет частные дома, не заключившие договор на вывоз коммунальных отходов. А на тех площадках, где установлена камера видеонаблюдения, нет практически нарушений с накоплением мусора. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щёлково».